МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости, студия Ирина Мартьянова. Здравствуйте. Призвать людей платить налоги. Основная цель декрета о социальном иждивенчестве. Такое мнение сегодня высказал первый заместитель главы администрации президента. Максим Рыженков в Рогачеве проводит прием граждан по вопросам применения норм документа. Мобильные приемные также работают в Ивьевском, Лицском, Волковыском, Молодечнинском, Борисовском и Солигорском райсполкомах, в Брестском, Могилевском облсполкомах и Бобруйском городском исполнительном комитете. Чтобы задать персональный вопрос, поделиться своими проблемами с чиновниками, необходимо заранее записаться на прием. Это можно сделать по телефонам отделов по работе с обращениями граждан. Туман прервал авиасообщение между Минском и Краснодаром. В Международном аэропорту этого российского города ночью не приземлился самолет из Беларуси. Он был отправлен на запасной аэродром. Такая же участь постигла еще несколько лайнеров. В Сочи и Ростове-на-Дону вместо Краснодара приземлились пассажиры, следовавшие из Москвы и Питера. Сейчас с ними работают представители авиакомпаний. Утренний рейс из Минска в Краснодар тоже задержан уже на 4 часа. Белорусские электробусы могут появиться в Китае. Правительственная делегация из провинции Сычуан посетила производство и протестировала транспортную новинку. Сегодня эта техника отвечает международным экостандартам, что особенно актуально для Поднебесной из-за проблем со смогом. Это только начало, наш первый проект. У нас большое количество представителей бизнеса производит различную технику и продукцию. Они готовы к созданию совместных предприятий. И я уверен в том, что многие из них хотят получить прописку здесь, в Беларуси. По прибытию в Китай бизнесмены и правительство Сычуани обсудят возможности создания совместного производства. Подобный опыт уже есть. В провинции Хэйлун Дзян уже несколько лет собирают сельхозтехнику. Число погибших во время терактов в Пакистане увеличилось до 74 человек. Среди пострадавших более 300 мирных жителей. Нападение было совершено минувшим вечером. Во время молитвы у мечети боевик бросил в людей гранату, после чего привел в действие пояс смертника. По данным полиции взорвалось около 8 килограммов динамита. Бомба была начинена болтами и гайками. Премьер-министр страны назвал эту атаку нападением на будущее Пакистана. Из соображений безопасности на неопределенное время закрыта граница с Афганистаном. Пакистанские силовики за минувшую ночь ликвидировали 36 террористов в рейдах и боевых столкновениях в разных частях страны. В США прошла акция «День без эмигрантов» против политики президента Дональда Трампа. Организаторы призвали всех переселенцев не выходить на работу, избегать походов по магазинам и кафе и даже не отводить школы детей. Основная идея – показать, как они важны для страны. Тысячи людей в крупных городах присоединились к этому мероприятию. В результате многие рестораны, кафе и магазины оказались закрыты, потому что люди отказались выйти на работу. В Ашхабаде состоялась церемония инаугурации президента Туркменистана. Гурбангулы Берды Мухамедов дал клятву исполнять возложенные на него обязанности, защищать государственную независимость и статус нейтралитета Туркменистана, посвятить силы единению туркменского народа, защите его мирной жизни, верой и правдой служить своему народу. Для лидера это будет уже третий срок на посту главы государства. В соответствии с новой конституцией Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, Гурбангулы Берды Мухамедов будет находиться в этой должности на протяжении семи лет, а не пяти, как это было ранее. Более 150 человек пострадали из-за утечки опасного токсина в Германии. Они поступили в больницы с жалобами на проблемы с дыханием. Инцидент произошел днем ранее на одном из химзаводов в городе Аберхаузен. Там был поврежден резервуар с серной кислотой, в результате чего образовалось облако ядовитых паров шириной в несколько сотен метров. В ликвидации последствий аварии участвовали 130 спасателей. Операция прошла успешно. В результате столкновения лодок в порту города Харстад в больнице остаются 11 британских туристов. Инцидент произошел, когда два судна возвращались с морской прогулки. По данным полиции, на борту катеров на момент аварии находились 24 человека. От удара все они оказались в ледяной воде. Прибывшие на место происшествия спасатели госпитализировали 22 пострадавших. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ. На границе с Литвой сегодня появился еще один международный пункт пропуска. Такой статус приобрел переход Лоша-Шумска. Ранее этот участок границы был упрощенным и пересекать его могли лишь жители приграничье. Теперь это могут сделать все, но только при использовании легкового транспорта. Пропускать грузовики через этот пункт пропуска не будут, как, собственно, и пешеходов. Кроме того, через Лоша-Шумска можно будет провозить товары только для личного пользования. В Беларуси вернули льготный НДС в 10% на памперсы и некоторые другие товары для детей. Можно ожидать, что в розничной сети станут дешевле также пеленки и подгузники, пеналы, кассы цифр и букв, счетные палочки. Перечень утвержден указом президента, который сегодня опубликован на национальном правовом интернет-портале. Напомню, что с нового года льготный налог на добавленную стоимость на детские товары не распространялся. Это противоречило изменившимся правилам торговли Европейской экономической комиссии. Первые билеты на Славянский базар поступят в продажу уже сегодня. Пока выбрать лучшее место в амфитеатре можно на концерты торжественного открытия и закрытия фестиваля, на финал конкурса исполнителей эстрадной песни, а также на сольное выступление артистов. Причем в ближайшие три дня купить билеты можно будет только в кассах фестивального города. Это своеобразный бонус для гостеприимных витебчан. С понедельника приобрести, заказать или забронировать билет можно будет в интернете в любой точке мира. У нас большое количество программ, мы стараемся артистов задействовать и в сольных проектах, и в сборных программах, и в основных мероприятиях. Я думаю, через месяц мы как раз объявим очень большой список артистов, которые будут принимать участие в сборных проектах. И я уверен, что традицию проводить фестивальные проекты и концерты, не отменяя ни одного из них, мы постараемся сохранить. Всего в афишах фестиваля около двух десятков различных программ. В этом году «Славянский базар» в Витебске пройдет с 11 по 19 июля. На этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирное видео в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. О развитии событий в 13.30. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok